Покаяние Здравствуйте! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Каюсь, но не чувствую, что прощен. Покаяние существует для того, чтобы получить прощение греха. А здесь каюсь, а душа не воспринимает прощение. Есть слова апостола Павла из послания к римлянам. Римлянам 8 глава 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот это очень важные слова христианской сестериологии, то есть христианского учения о спасении. Мы действительно порой достаточно основательно сконцентрированы на покаянии. Причем на покаянии, ну вот так, как оно в церковной практике. То есть надо попаститься, надо прочитать покаянный канон, надо исповедать свой грех священнику, ну и может быть еще что-то, еще что-то. А нет ощущения, что грех прощен. И на следующей исповеди человек опять говорит об этом же грехе. Не потому, что он вновь его совершил, а потому, что тот грех, уже исповеданный, остается, заноза не вытащена. И душа не чувствует освобождения. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А значит, что греха этого уже нет. Мы приняты Отцом Небесным. Таким образом, очень важно, чтобы это происходило. А что для этого? Но есть опять некоторые, ну может быть так, немножко внешние, что ли, вещи. Навряд ли душа почувствует себя прощенной, если она продолжает пребывать в этом грехе. Причем пребывать сознательно. Разные вещи. Раздражение. И ты в этом покаялся. И ты действительно в этом каешься. Но вот какая-то ситуация, ты не сдержался, опять раздражился. Это один случай. А другой, ты не обращай внимания, я на тебя накричал. Я зла не держу. Но я такой. То есть раздражение ты считаешь нормой. Это ты такой. И ты едва ли не считаешь это каким-то своим достоинством. Так вот, в грехе надо покаяться. И чтобы Дух Божий засвидетельствовал Духу нашему, что мы дети Божьи, что мы прощены, для этого грех должен быть оставлен. Как минимум, он должен быть оставлен в намеренном исполнении. То есть я отрекаюсь от этого греха, и я этого больше никогда сознательно, специально делать не буду. А уж если это случилось по немощи, я сорвался, то я тут же в этом опять каюсь. Но я нисколько в этом не оправдываюсь. Уж принимайте, я такой. Нет. Я сам себя в первую очередь не принимаю такого. Я этому противостою, я с этим борюсь. А второй этап здесь, когда уже не только сознательно ты не делаешь этого греха, а когда действительно ты освобождаешься от этой страсти. Ну, в совершенстве это бывает, наверное, в редчайших случаях и у редчайших людей только. Даже большинство подвижников признавалось, что оно борется со своими какими-то страстями до конца жизни. Но бывает и освобождение. Потом бывает все-таки освобождение, пусть не абсолютное, но все-таки существенное освобождение от порочной страсти. Все равно бодрствуйте и трезвитесь, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, и сейчас кого поглотить. Послание апостола Петра. То есть ты никогда не должен успокоиться. Все, я освобожден от этой страсти. Мы реально иногда чувствуем, что мы освобождаемся от какой-то страсти. То есть нет больше к этому никакой тяги. Нет никакого желания. А раньше было. То есть Господь освободил от этой страсти. Но кто стоит, смотри, наблюдай, чтобы не упасть. Слова апостола Павла. Вот. Таким образом, чтобы ощутить, что грех прощен, должно быть оставление греха. То, что Иоанн Креститель говорит, сотворите достойный плод покаяния. Он же говорил, и покайтесь. Но еще и достойный плод покаяния. А это именно оставление греха. Вот это очень важное условие. А второе, как ни странно, оказывается, мы у Иисуса Христа-то, как Спасителя, вовсе не верим. Он какой-то божественный, где-то на небесах. Все может. Судья. Ну, много что еще. В конце концов, милостивый, милосердный, милующий. Все есть. А грех так и сидит в душе. Потому что, если я каюсь, то много есть слов. Если у пророка Иса, если даже одежда наша была как багряная, то есть как испачканная кровью одежда убийцы, то убелю и соделаю белее снега. А кто исповедует грех, тот будет омыт кровью Иисуса Христа. Таким образом, многим, даже воцерковленным нашим прихожанам, оказывается, еще надо уверовать во Христа, как своего личного Спасителя. В то, что кровь Иисуса Христа омывает и очищает нас от всякого греха. Этой веры многим нашим прихожанам не хватает. А без этой веры никогда не будет этого свидетельства, что мы прощены. Ну, естественно, если грех перед кем-то, то он не может быть нам прощен, если мы не помирились с тем, перед кем виновны. И Дух Божий – это реальность. Все-таки для многих верующих Бог – это некая реальность, пусть и загадочная, таинственная, непостижимая, Он Всевышний. Иисус Христос более реален, родился в Ефлееме, крещен в Иордане, жил в Назарете, распятый в Иерусалиме и воскрес. Сейчас тут как-то все понятно, реально. А вот Дух Святой – мало для кого реальность. Говорим Отца и Сына и Святого Духа, но мало для кого Дух Святой – это реальность. А преподобный Серафим Саровский, он как раз говорит, что в стяжании Святого Духа, в исполнении Святого Духа, это говорит апостол Павел, исполняйтесь Духом Святым. И вот, скажем, он говорит, не упивайтесь вином, в нем же есть плут. Большинство христиан это знает. А дальше? Там не точка, там запятая. Но исполняйтесь Духом. А это как будто не важно. Главное, что не пьет – не блудит. Ну, главное, что я не разбойник. Да нет, это… Об этом, по идее, это бы в приличном обществе разговора не должно было быть. Главное – это исполнение Святым Духом, а то тому мешает. Вот, если есть исполнение Святым Духом, тогда Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И это свидетельство – это очень важно. Об этом следует и говорить, и напоминать самому себе, и этого надо искать. Естественно, нельзя подменять свидетельство Святого Духа самосвидетельством. Я сам себе простил. Я сам себе отпустил. Это, что называется, не выдерживает критики. А кризис – это суд. И мы всегда в жизни оказываемся в ситуации, которые нас судят. Я не имею в виду сейчас какие-то, хоть гражданские, хоть церковные суды. Сама ситуация – кризисная. И опять все всплыло. Поэтому до тех пор, пока я сам себе прощаю, и вот это самопрощение выдаю за свидетельство Святого Духа, оно не работает. И поэтому это то, что святые отцы называют прелестью. От этого надо открепаться. Но если мы взыскуем Духа Божия, исполняемся Духом Божиим, и если мы веруем, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха, это уверовать следует. Многим верующим еще надо уверовать. Как ни странно бы это звучало. Верующие – ну да. Апостол Иаков и вовсе говорит – и бесы веруют и трепещут. То есть вера – ну веришь. А вот уверовать, когда душа принимает Христа как своего Спасителя, и когда кровь Христа омывает от греха – вот это очень важно. И это надо пережить. Это относится к тому рождению свыше, о котором Христос говорит Никодиму. Это обязательно надо пережить. Без этого христианская жизнь – это по будням ненасти, а в празднике дождь. Дай Бог услышать нам в глубине нашего сердца вот это отпущение грехов от Духа Святого. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.